Соскучились по обзорам на Subway? Ну что ж, у них появились новинки и сегодня мы будем их тестить! Всем привет дорогие друзья, с вами Митя Хэт, канал Читмил, давненько мы с вами не виделись, не встречались. Присаживайтесь поудобнее, доставайте самые вкусные ништячки, которые вы успели заготовить за время моего отсутствия и давайте начинать! Я взял в Subway вот такой вот пакет, я взял сэндвич, для тех кто не в курсе и ни разу не был в Subway, сэндвичи здесь называются сабы, я взял тот что 15 сантиметров и я взял тот что новый, хотя на самом деле никакой он не новый, просто у них сейчас идет акция двойной БМТ сэндвич по цене одного. Точнее по цене обычного. 215 рублей вышел у меня чек, здесь у меня чай за 45 рублей, чай полный, полный вот такой вот стакан, это 0,4, судя по весу стакан прям наполнен до верха. Короче чай у них стоит 45 рублей и сэндвич 15 сантиметров, БМТ двойной, 170 рублей. Честно говоря по полной цене сабы я беру крайне редко, я обычно беру саб дня за 119 рублей, беру чай и мне выходит это в районе 150. Сегодня я решил шикануть, но только специально для вас, взял саб по полной цене, 170 рублей он стоит. Салфетки здесь нужно брать самому, возле кассы они находятся, я взял себе вот столько, решил себе ни в чем не отказывать, положил себе еще мешалочку, где-то здесь она есть, где она там, вот она выпала, упала, ну короче пакет можно выкидывать, мешалочка вот такая. Вот такую салфеточку фирменную сабвэ мне еще положили и вот он сэндвич, двойной БМТ сэндвич, здесь должно быть очень много мяса, двойное количество это начинки, которая называется БМТ, а БМТ это 3 вида мяса. То есть 2 раза по 3 вида мяса сегодня у нас будет, БМТ я беру не часто, а БМТ я беру крайне редко, потому что мой фаворит в сабве это все-таки тунец. Забодяжим чаек, заварим чаечек, посмотрим какой он клубничный, но пахнет клубникой и чаем, вообще запах вот самого вот этого вот не очень пакетика чайного, не очень яркий, это хорошо. Я небольшой фанат всяких штук с клубникой, но посмотрим, возможно он будет и ничего, вот так вот я его забодяжу, пусть он настаивает, главное быть аккуратным, чтобы этот столик не перевернулся и весь этот чай не вылился мне на брюки. На всякий случай уберу его вниз, так все, мое хозяйство будет целее. Давайте перейдем к сабу, посмотрим, чего мне тут положили. Я как обычно выбрал хлеб пармезан-орегано, или как он еще называется, с сыром и травами, это мой любимый хлеб, всегда в сабве выбираю его, если он есть. Вот он мой сабчик. В машине просто адская жара, несмотря на то, что солнце уже почти зашло, все равно очень жарко, очень душно, поэтому я постараюсь по-быренькому сделать для вас обзорчик, такой коротенький, чтобы не спариться здесь, не свариться. Ну, давайте посмотрим, что нам тут положили. Для меня сегодня это тоже будет небольшим сюрпризом, потому что я немного отвлекся, у меня умерла камера, мне пришлось снимать на телефон все, что происходило в заведении. Пока я все это делал, я немножко прохлопал и не заметил, положили ли мне халапень, я просто сказал, кладите овощи все, ну и БМТ, там сырок, это все как положено. Здесь у меня вот так вот, там я вижу пекинская капустка, помидорки, огурчики. Огурчики мне положили и свежие, и маринованные, как я понял, или соленые. Вот этот вот синий лук салатный, соус, я, кстати, выбрал три вида соуса, я всегда беру соус сырный, соус чипотал, который на основе халапеньо, и соус тысяч островов, он мне очень нравится, он такой, ну, прикольный. Сейчас я попробую вам показать мясо и не уделать всю тачку вот этим вот крошащимся хлебом поджаренным. Ну, короче, смотрите, очень много салями, двойная порция, я здесь вижу, наверное, ну, шесть, наверное, кружочков точно этого салями здесь есть, потом здесь какая-то вот эта вот ветчина или что-то там еще, ну, и где-то там не буду, короче, я его вот так вот потрошить сильно, потому что он развалится, есть его будет неудобно, и вся машина будет в крошках. Если ты тоже ненавидишь, когда в машине хлебные крошки повсюду, то самое время поставить лайк. Солнце садится, сейчас включу вот такую вот светодиодную подсветочку, возможно, она как-то исправит ситуацию с освещением, но приходится чем-то жертвовать, либо снимать днем в дикую жару, либо снимать вечером, когда уже не так жарко, но не очень освещение. Я думаю, что камера исправит все косяки, ну, а мы с вами сейчас так аппетитно и душевно поедим. Всем, кто тоже достал ништячки, приготовился откусывать, я желаю приятного аппетита. В этот раз хлеб прям щедро посыпан травами, смотрите, покажу вам еще вот так вот булочка посыпана щедро итальянскими травами. Жаль, что халапеньо мне, походу, не положили, я, насколько помню, на витрине его тоже не было. Потом посмотрите, кстати, в нарезке того, что было из заведения, там видно, были халапеньо или нет. Ну и напишите, какие овощи вы добавляете, а какие не добавляете, когда бываете в сабвее. Что-то я снова заговорился, давайте уже кусать. Мой саб так от души зажарили, как я люблю, как я попросил. Ну, что тут сказать, саб, как всегда, великолепен. Чувствуется, что мяса в нем стало больше, чувствуется двойная порция разных колбасок, двойная порция трех видов в колбасах, которые входят в состав начинки БМТ. Я укушу еще раз, не буду делать большие перерывы. Саб с двойным БМТ, это как саб с БМТ, только в два раза круче, два раза вкуснее. Возможно, я повторюсь, но то, за что я люблю сабвее, это то, что ты можешь по своему желанию положить туда все, что ты хочешь. Начиная от мясных, грибных, там, куриных составляющих. То есть ты можешь наложить туда хоть сколько мяса, ну, конечно же, за это предстоит отдельно, но тебя, в принципе, ничем не ограничивает, а это главное. И ты можешь положить все овощи, которые есть. Овощи, кстати, все включены уже в состав, ну, в стоимость саба. А еще очень круто, что можно добавить три вида соуса, это прикольно. Сэндвич становится сочным, либо, если вы хотите сделать его по суше, вы просите не три, например, а два, либо один. В общем, кастомизируйте свой саб под себя, как вам нужно. Так, чаек с клубничкой настоялся, он пахнет клубникой. Я, честно, запах клубники не очень люблю, не знаю, почему я ее взял. Спросил с малиной, мне сказали, с малиной нет, есть клубника. Я сказал, давайте, чтобы сильно не заморачиваться. Ну, честно говоря, чай такой нормальный, то есть чай хорошего качества, клубники здесь не так, чтобы она не перебивает, знаете, как этот аромат адской жвачки клубничной. Насколько я помню, я говорил, что огурцы мне класть только свежие, мне зачем-то положили еще маринованные. Ну, да ладно, я не противник маринованных огурцов, так что все путем. Но вот, конечно, то, что халапеньо у них не оказалось, это меня немного расстроило, потому что я люблю поострее, люблю прям дофига перца, халапеньо, чтобы все прям горело. Вот это то, что я люблю. Ну, а вообще, это офигенный саб, мне нравится. Кстати, под моим прошлым обзором на сабвей некоторые люди писали, что что-то попадалось им не свежее, там, овощи, мясо, там, что-то еще. Не знаю, сколько раз я бывал сабвей, у меня все проходило благополучно, и у меня с этим заведением исключительно теплые воспоминания связаны. Мне всегда все как-то попадалось вкусное и свежее, и я всегда выходил оттуда сытым и довольным. Не знаю, насколько эстетичным будет то, что я сейчас хочу вам показать. Ну, вот смотрите, смотрите, какой слой колбасы там, видите? Три слоя вот этой темной колбаски, потом три слоя салями, потом много ветчины, но ветчина там уже верхним слоем, она немного смешалась со всеми овощами, с соусом. Короче, это, пожалуй, самый мясной саб, который я когда-либо ел. Но не считая моего фирменного рецепта, который я, кстати, вам очень давно обещал, и мне очень стыдно, что я еще не снял тот видос, но я обязательно для вас его сниму. Наверное, через три видео он появится на канале. Чтобы немного разбавить и не упускать сразу несколько видосов про одно и то же заведение, я стараюсь все-таки как-то чередовать. Ну, еще раз вам покажу, никогда, никогда я не видел столько мяса в сабве и в сабе за 170 рублей. В машине уже такая настоящая банька градусов, я думаю, где-то 50, и я бы с удовольствием открыл окошко, но в прошлый раз, когда я открывал окошко на одном из прошлых обзоров, камера начала ловить звуки с улицы, их усиливать, а мой голос подавлять. И, короче, получилось не очень, я на монтаже очень сильно запарился, поэтому больше я так не делаю, не открываю окна, терплю, сижу, креплюсь. А поскольку я привык во всем искать какие-то положительные стороны, то я еще думаю, что это поможет мне избавиться от пары лишних килограммов, которые я накопил за эту зиму. Ну, давайте доедать, осталась у меня вот такая вот уже жопка этого саба. Я сегодня не буду сильно расписывать, как все это сочетается, потому что я думаю, что вы и так понимаете, что свежий, свежевыпеченный хлеб с сыром и итальянскими травами, а также три вида, двойная порция по три вида колбас, ну и свежие овощички. Я думаю, что вы и без меня можете вполне себе представить, насколько это вкусно сочетается, плюс еще три вида соуса. Блин, рассказываю, и еще больше хочу есть. Напишите, подо что вы смотрите мой обзор, что вы едите прямо сейчас. Напишите, едите ли вы под мои обзоры или занимаетесь какими-то другими делами. Ну, короче, напишите, что вы делаете и что едите, если едите. Жду от вас комментариев, да и побольше, поразвернуйте. Ну, а я доем свой вкусный сэндвич и, наконец-то, открою окно. Буквально сегодня смотрел на ютубе обзор от Никиты Петряева на Subway, у них там вышла новинка. У нас такой новинки нет. В Москве она вышла, только не в Москве, а где-то в Подмосковье. В самой Москве он тоже его не нашел. В общем, у них появился новый саб с лососем и каким-то сливочным кремом. Ну, короче, с чем-то таким, каким-то сливочным или сырным, или сырно-сливочным кремом. Короче, напишите, если поняли, о чем я говорю, сейчас у меня нет возможности посмотреть. Напишите и напомните мне, как это называется. В общем, жду эту новинку. Спросил у кассиров здесь. Сказали, что ее нет, где-то она есть, но у нас ее, к сожалению, нет. Как я понял, в нашем городе и в трех Subway ни в одном она не появилась. Но если она вдруг появится, я обязательно ее заеду, затестирую, попробую, покажу вам, какова она на вкус. Пацаны в поисках разливного пива обошли уже весь район, спрашивают у меня, где здесь взять пивка разливного. А я, честно говоря, даже не знаю, чем им помочь. Что же касается Subway и подведения итогов нашего сегодняшнего обзора, могу сказать следующее. Subway, как обычно, меня порадовал. Мне понравился этот Sub с двойным BMT, он оказался очень мясным, очень сочным, очень вкусным и очень сытным. Конечно, меня немного расстроило отсутствие халапенья, я хотел, чтобы он был не только очень мясным, но еще и очень острым. А еще я бы очень хотел, чтобы у них снова появился малиновый чай. Тот самый малиновый чай, который я очень люблю и которым я очень люблю запивать свои любимые Subway с тунцом. В общем, если будете проходить неподалеку от Subway, обязательно зайдите, попробуйте, потестите новиночку и напишите в комментариях, как она вам. Вот такой у нас с вами сегодня получился обзор, надеюсь, он вам понравился. Обзор был горячим, жарким, потому что мне горячо и жарко. Ставьте лайк, если вам понравился этот обзор, ставьте лайк, если вам нравится мой канал, ставьте лайк, если любите вкусно поесть. Короче, ставьте лайки при любом раскладе. Подписывайтесь на канал Читмилл, обязательно жмите кнопку колокольчик рядом с кнопкой подписаться где-то вот здесь. Жмите, чтобы всегда быть в курсе, когда на канале выйдет новый видос. С вами был Митя Хэт, всего вам доброго, до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok